Исчез Сайм. Утром не пришел на работу. Недалекие люди поговорили об его отсутствии. На другой день о нем никто и не упоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный список шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше, никто не вычеркнут, только стал на одну строчку короче. Все ясно. Сайм перестал существовать. Он никогда и не существовал. Жара стояла изнурительная. В министерских лабиринтах в кабинетах без окон кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улице тротуар обжигал ноги и вонь в метро в часы пик стала несусветной. Приготовления к неделе ненависти шли полным ходом и сотрудники министерств работали сверхурочно. Шествия, митинги, военные парады, лекции, выставки войсковых фигур, показ кинофильмов, специальные телепрограммы. Все это надо было организовать. Надо было кому-то построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозунги, сочинить песни, запустить слухи, подделать фотографии. В отделе литературы секцию Джулии сняли с романов и бросили на брошюры о зверствах. Уинстон, в дополнение к обычной работе, подолгу просиживал за подшивками Таймс, меняя и разукрашивая сообщения, которые предстояло цитировать в докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, Лондон словно лихорадило. Ракеты падали на город чаще обычного, а иногда в отдалении слышались чудовищные взрывы. Объяснить эти взрывы никто не мог, но о них ползли дикие слухи. Сочинена уже была и беспрерывно передавалась по телекрану музыкальная тема недели, новая мелодия под названием «Песня ненависти». Построенная на свирепом лающем ритме и мало чем похожая на музыку, она больше всего напоминала барабанный бой. Когда ее орали в тысячу глоток под топот ног, впечатление получалось устрашающее. Она полюбилась пролом и уже теснила на ночных улицах до сих пор популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонса исполняли ее в любой час дня и ночи, убийственно, на гребенках. Теперь вечера Уинстона были загружены еще больше. Отряды добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к неделе ненависти. Делали транспаранты, рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки. С опасностью для жизни натягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов. Парсонс хвастался, что Дом Победа один вывесит 400 погонных метров флагов и транспарантов. Он был в своей стихии и радовался, как дитя. Благодаря жаре и физическому труду он имел полное основание переодеваться вечером в шорты и свободную рубашку. Он был повсюду, одновременно тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищески подбадривал и каждой складкой неиссякаемого тела источал едко пахнущий пот. Вдруг весь Лондон украсился новым плакатом. Без подписи. Огромный в 3-4 метра евразийский солдат, непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах, шел на зрителя с автоматом, целясь от бедра. Где бы ты ни стал, увеличенная перспективой дула автомата смотрела на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на каждой стене. И численно она превзошла даже портреты старшего брата. У Пролов, войной обычно неинтересовавшихся, сделался, как-то периодически с ним бывало, припадок патриотизма. И словно для поддержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни и погребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собрались все жители района. Процессия тянулась несколько часов и вылилась в митинг протеста. Другая ракета упала на пустырь, занятый под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей. Снова были гневные демонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и придавали огню плакаты с евразийцем. Во время беспорядков разграбили несколько магазинов. Потом разнесся слух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн. У старой Читы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старики задохнулись в дыму. В комнате над лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незасланную кровать и лежали под окном голые из-за жары. Крыса больше не появлялась, но клопы плодились в тепле ужасающе. Их это не трогало. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Едва переступив порог, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, скидывали одежду и потные предавались любви. Потом их смаривало, а потом они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются для контратаки. Четыре, пять, шесть, семь раз встречались они в июне. Уинстон избавился от привычки пить джин во всякое время дня и как будто не испытывал в нем потребности. Он пополнил, варикозная язва затянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой. Прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал быть невыносимым. Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу телекрану или выругаться во весь голос. Теперь, когда у него было надежное пристанище, почти свой дом, не казалось лишением даже то, что приходить сюда они могут только изредка, на каких-нибудь два часа. Важно было, что у них есть эта комната над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосновенно, почти то же самое, что находиться в ней. Комната была миром, заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чарингтон тоже вымершее животное, думал Уинстон. По дороге наверх он останавливался поговорить с хозяином. Старик, по-видимому, редко выходил на улицу, если вообще выходил. С другой стороны, и покупателей у него почти не было. Незаметная жизнь его протекала между крохотной лавкой и еще более крохотной кухонькой, в тылу, где он стряпал себе еду, и где стоял среди прочих предметов невероятно древний граммофон с огромным раструбом. Старик был рад любому случаю поговорить. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и в бархатном пиджаке он бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее на коллекционера, чем на торговца. С несколько остывшим энтузиазмом он брал в руку тот или иной пустяк, фарфоровую затычку для бутылочки, разрисованную крышку бывшей табакерки, латунный медальон с пряткой волос неведомого и давно умершего ребенка. Не купить предлагаю Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно, что слушать звон изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулка в своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Один был «Птицы в пироге», другой про корову с гнутым рогом, а еще один про смерть малиновки. «Я подумал, что вам это может быть интересно», – говорил он с неодобрительным смешком, воспроизведя очередной отрывок. Но ни в одном стихотворении он не мог припомнить больше двух-трех строк. Они с Джулией понимали и, можно сказать, все время помнили, что долго продолжаться это не может. В иные минуты грядущая смерть казалась им не менее ощутимой, чем кровать под ними. И они прижимались друг к другу со страстью отчаяния, как обреченный хватает последней крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем, бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Им казалось, что в этой комнате с ними не может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната – убежище. С похожим чувством Уинстон вглядывался однажды в пресс-папье. Казалось, что можно попасть в сердцевину стеклянного мира, и когда очутишься там, время остановится. Они часто предавались грезам о спасении. Удача их не покинет, и роман их не кончится, пока они не умрут своей смертью. Или Кэтрин отправится на тот свет, и путем разных ухищрений Уинстон с Джулией добьются разрешения на брак. Или они вместе покончат с собой. Или скроются, изменят внешность, научатся пролетарскому выговору, устроятся на фабрику, и никем не узнанные доживут свой век на задворках. Оба знали, что все это ерунда. В действительности спасения нет. Реальным был один план самоубийства, но его они не спешили осуществлять. В подвешенном состоянии день за днем, из недели в неделю, тянуть настоящее безбудущее велел им непобедимый инстинкт. Так легкие всегда делают следующий вздох, покуда есть воздух. А еще они иногда говорили о деятельном бунте против партии, но не представляли себе с чего начать. Даже если мифическое братство существует, как найти к нему путь? Уинстон рассказал ей о странной близости, возникшей, или как будто возникшей между ним и Абрайаном, и о том, что у него бывает желание прийти к Абрайану, объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что один раз переглянувшись с Абрайаном, Уинстон ему поверил. Она считала само собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайно ненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Она отказывалась верить, что существует и может существовать широкое организованное сопротивление. Рассказы о Голдстене и его подпольной армии – ахинея, придуманная партией для собственной выгоды. А ты ей должен делать вид, будто веришь. Не весь сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуя казнить людей, чьих имен никогда и не слышала, и в чьи преступления не верила ни секунды. Когда происходили открытые процессы, она занимала свое место в отрядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцеплении вокруг суда, и выкрикивала с ними «Смерть предателям». На двух минутках ненависти громче всех поносила Голдстейна. При этом очень смутно представляла себе, кто такой Голдстейн и в чем состоят его теории. Она выросла после революции и по молодости лет не помнила идеологические баталии 50-х и 60-х годов. Независимого политического движения она представить себе не могла, да и в любом случае партия неуязвима, партия будет всегда и всегда будет такой же. Противиться ей можно только тайным неповиновением, самое большее – частными актами террора, кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать. В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее у Инстона и меньше подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда он обмолвился в связи с чем-то о войне с Евразией, Джулия ошеломила его, небрежно сказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство, чтобы держать людей в страхе. Ему такая мысль не приходила в голову. А один раз он ей даже позавидовал, когда она сказала, что на двух минутках ненависти самое трудное для нее – удержаться от смеха. Но партийной идее она подвергала сомнению только тогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь. Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось неважным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет. Так ее научили в школе. Когда Уинстон был школьником в конце 50-х годов, партия претендовала только на изобретение вертолета. Десятью годами позже, когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет. Еще одно поколение, и она изобретет паровую машину. Когда он сказал Джулии, что самолеты летали и до его рождения, и задолго до революции, ее это нисколько не взволновало. В конце концов, какая разница, кто изобрел самолет? Но больше его поразило другое. Как выяснилось из одной мимоходом брошенной фразы, Джулия не помнила, что 4 года назад у них был мир с Евразией и война с Астазией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством, но что противник теперь другой, она даже и не заметила. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — сказала она равнодушно. Его это немного испугало. Самолеты забрелись задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего 4 года назад. Она была уже вполне взрослая. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов, ему удалось разбудить ее память, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагом была не Евразия, а Астазия. Но отнеслась она к этому безразлично. «Не все ли равно?» — сказала она с раздражением. «Не одна сволочная война так другая, и всем понятно, что сводки врут». Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о том, как занимаются наглыми подтасовками. Ее это не ужаснуло. Пропасть под ее ногами не разверзлась от того, что ложь превращают в правду. Он рассказал ей о Джонсе, о Барнсе, о Резерфорде, о том, как в руки ему попал клочок газеты, потрясающая улика. На Джулию это не произвело никакого впечатления. Она даже не сразу поняла смысл рассказа. «Они были твои друзья?» — спросила она. «Нет, я с ними не был знаком. Они были членами внутренней партии. Кроме того, они гораздо старше меня. Эти люди — это люди старого времени, дореволюционного. Я их в лицо-то едва знал. Тогда почему столько переживаний?» «Кого-то все время убивают, правда?» Он пытался объяснить. «Это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически отменено. Если оно где-то и уцелело, то только в материальных предметах, никак не привязанных к словам. Вроде этой стекляшки. Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции и о дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны. Все книги исправлены. Картины переписаны. Статуи, улицы, здания переименованы. Все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. Я знаю, конечно, что прошлое подделывают, но ничем не смог бы это доказать, даже когда сам совершил подделку. Как только она совершена, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство у меня в голове. Но кто поручится, что хоть еще у одного человека сохранилось в памяти то же самое. Только в тот раз, единственный раз в жизни, я располагал подлинным, фактическим доказательством после событий несколько лет спустя. И что толку? Толку никакого. Потому что через несколько минут я сам его выбросил. Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил. А я нет, сказала Джулия. Я согласна рисковать, но ради чего-то стоящего, а не из-за клочков старой газеты. Ну, сохранил бы ты его, и что бы ты сделал? Наверное, ничего особенного. Но это было бы доказательство. И кое-вком поселило бы сомнение, если бы я набрался духу кому-нибудь это показать. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить при нашей жизни. Но можно вообразить, что там и сям возникнут очишки сопротивления, соберутся маленькие группы людей, будут постепенно расти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прошло следующее поколение и продолжило наше дело. Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы. Ты бунтовщица только ниже пояса, сказал он. Шутка показалась Джулией замечательно остроумной. Она в восторге обняла его. Хитросплетение партийной доктрины ее не занимали совсем. Когда он рассуждал о принципах ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще и употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать. Смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать ура и когда улюлюкать, а больше ничего и не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была из тех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле, мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности. Ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда. Подобно тому, как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы. Субтитры создавал DimaTorzok